Некто Александр Иванов, Виктор Григорьевич, объясните пожалуйста, в чем по-вашему проблема в теории множеств? Где-то от вас слышал, читал очень странный пример про якобы отрезок, якобы состоящий из точек нулевого диаметра с точки зрения теории множеств. Но в интернете не нашел ничего на эту тему за рамками ваших видео и текстов. Я конечно могу делать поспешный вывод, но по-моему вы делаете вывод от целой науки по одному некорректному примеру. И далее я хотел бы поспорить с вами, что логика существует одна. Я разделяю вашу симпатию к логике Аристотеля, но однако нужно признать, что логик существует множество, пусть они и могли, д-д-д-д-д-д-д, с уважением Александр Алексеевич. Александр Алексеевич, во-первых, то что вы пишете, ну вот что вы пишете, где-то вы не нашли пример якобы состоящий там такой-то, такой-то. Поэтому поспешный вывод, что вы там, вы делаете вывод от целой науки по одному некорректному примеру. Вот вы начинаете свою неспособность что-то где-то найти, понять на меня, сваливать, сгружать и быковать по сути. Зачем мне ваши претензии? Вот понимаете, вы меня сейчас заставляете заниматься теорией множества, гнойным вот этим слабоумным сгустком, который я вот вспоминать его не хочу. Ну давайте ради для вас я поковыряюсь в этом дерьме позорном. Теория множества это что такое? Это вот изменяющаяся на протяжении там что, уже столетий получается, да? Методика, позволяющая в идеале сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые величины. Вопрос первый. Она позволила вот в результате развития своего эпохального корректно сравнить бесконечно большие и бесконечно малые величины или не позволила? Вариант ответа да, нет. Позволила? Ну, блесните так вот. Не позволила. Да, вот тысячи балбесов занимались вот этой теорией множеств, а бесконечно большие и бесконечно малые величины сравнивать не можем. Потому что зараза неопределенность. Дальше. С точки зрения определения исходной аксиоматики, это теория с определенной исходной аксиоматикой или с размытой аксиоматикой? Вы можете сказать, вариант ответов, аксиоматика строгая или аксиоматика размытая? Размытая, отсутствующая, внятная аксиоматика. Элемент множества не определен. Вот любую хренотень можно взять и завести как элемент множества. И надеяться, что получится корректный результат. То есть люди изначально не смогли сосредоточиться даже на этом уровне. В качестве альтернативы, как элементарно сравниваются бесконечно большие и бесконечно малые величины, у нас предоставлен материал. Любой человек, вот эту вот всю 100-летнюю проблему копошения вот в этих заумствованиях, любой человек может за 20 минут прочитать коротенький текст и на всю жизнь научиться корректно сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые величины. Вот один раз прочитал, за 20 минут научился. Вместо вот этой вот тупни на много-много-много-много листов печатного текста, в которых даже вот сейчас разбираться, ну прям никакого желания нет. Давайте. Элемент множества. Вот бесконечность это у нас не что-то такое вот абстрактное, это вполне конкретные вещи, бесконечность. Какие вещи мы знаем в природе применительно к величинам. Вы знаете, бесконечность применительно к величинам какой-нибудь. Вариант ответов да, нет. Ну, если сосредоточитесь, я надеюсь, что вы узнаете, что у нас единственная величина бесконечная, это пространственная протяженность. Линейная величина, направление в том-то, в ту сторону, путь, часть пространства, да, вот идет, 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 уходит в бесконечность. Вот это единственный пример бесконечности в нашей природе. Вот единственный прямой пример бесконечности. Все остальное, это уже сравнение от линейной величины, вторичные примеры. А вот первичная бесконечность, она одна. Это вот в любую сторону пространства бесконечный луч. Вот. И раз вы не определяете элемент множества вашей теории и занимаетесь бесконечностями, то вы бараны тупые, которые не смогли даже обозначить элемент множества. Единственный возможный элемент множества, это может быть часть бесконечности. А дальше сравнительные характеристики применительно к этому. Вот если вы теорию множеств развиваете для сопоставления бесконечно больших и бесконечно малых величин, то вам надо взять аксиоматику сопоставимую с поставленной задачей. Задача сравнивать бесконечности. Вы берете часть бесконечности, как элемент множества, и дальше работаете с этим. Вот у этой толпы идиотов не хватило мыслительной активности даже на эту простейшую операцию. А раз нет исходной аксиоматики, то все остальное пустая копошня. Вам непонятно, в чем она заключается. Но смысл в том, мы это показывали в нескольких роликах. Мы объясняли в ролике про... Как же он назывался-то? Про точки напрямую. Так, ну, приортачу. Я название ролика сейчас. Но мы это объясняли уже неоднократно. И про теорию множества было объяснение. И про числовое поле. Да, ролик про числовое поле. Откуда берется числовое поле? Как эта схема работает? Вот понимаете? Ребята не имеют представления о том, из чего можно набрать длину. Вот в принципе, современная математика во всех своих разнообразиях и многообразиях не имеют представления, из чего набирается длина, из чего набирается отрезок. Что он не набирается из точек нулевого диаметра. Вот так вот. Из чисел она не набирается. Вот человек, набирающий длину из чисел, это идиот конченый. В 21 веке, если человек набирает длину чистыми, это неадекват. Это вот конченые вообще, несмышленыш, не смогшие сосредоточиться. И у вас целая толпа вот этих несмышленышей, которые развивают теорию множества. Они числа складывают в мощность какого-то отрезка. Ну, все, бред. Линейная величина может состоять только из кусочков, из линейной величины. Дальше вы сюда вовлекаете числа, для того, чтобы обозначать чрезмерный отрезок, любую протяженность. Если вы это на уровне исходной асиоматики не закладываете, то это ваше дальнейшее копошение слабоумно. Что бы вы ни делали. Это вот, что такое теория множества. Они ее меняли из десятилетия в десятилетие. Что-то там у них добавляется, что-то там отнимается. Но это бессмысленное копошение с буковками и циферками. Все. Задача решения вот этого всего комплекса на одной странице умещается. Она у нас проведена. Зайдите в монографию, это есть под каждым видео ссылка. И посмотрите, как сравнивают бесконечно большие и бесконечно малые величины. Все. А то, что, как вы там написали-то, господи, господи, господи. Я, конечно, могу сделать поспешный вывод. Но, по-моему, вы делаете вывод о целой науке. По ни одному некорректному примеру. Идите, найдите ваш корректный пример. Какая-то нахрен наука, когда она элементарная вещь, вы найти не можете. Или вы такой исконный, или наука ваша такая не наука. Далее. Что логика существует одна. Я не разделяю вашу симпатию к логике. Логик много. Первый закон логики имеет ни одно значение, значит, не имеет ни одного значения. Если у слов нет значения, значит, утрачена возможность рассуждать друг с другом, а в действительности самим собой. Ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Вот первый закон логики, прямым текстом говорит, что логика только одна. Если вы понимаете хоть немного первый закон. То есть, вы спорите с первым законом. Вы не со мной спорите, вы с первым законом. Если вы с первым законом спорите, он вам в голову не влазит. Или как-то там вот так раздвигайте полубулки головного мозга, чтобы он к вам туда попал. Принимайте его к себе. Тогда вы будете мыслить логично. Пока вы не мыслите логично, вы не можете сосредоточиться. Можете любые тезисы декларировать. Они не будут иметь к какому-то осмысленному мышлению отношения. Да, с этим все. Теория множит все. Еще просьба поступила. Михаил Селяков. Виктор, я неправильно написал про справедливость. Я наоборот имел в виду, что нельзя убивать и терроризировать. Виктор, перезапишите ответ. Я не это имел в виду. Неправильно сформулировал предложение. Не обратил внимания. А то меня сейчас запишут террористы и фашисты. Звучало это так. Сначала Михаил Селяков. Виктор, я согласен, справедливости как таковой не бывает. Но стремиться к этому не зазорно. Тем более терроризировать и убивать кого-то. Не зазорно. Ну, теперь Михаил Селяков поменял редакцию. Теперь другая редакция в этого тезиса. Ну, попросил, озвучили. На этом все. С вами был Виктор Катюшек. Вот такая сегодня теория множества. Всем добра.